здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет скажите пожалуйста часто ли вы едите перловку но я думаю что многие скажут что нет не часто некоторые ее и вообще никогда не готовят а в принципе это очень даже напрасно сейчас говорят много очень о полезности перловой крупы которые раньше как правило кормили военнослужащих заключенных школьников и студентов и студентов и не просто так а потому что перловка обладает огромным потенциалом витаминов вообще витаминов очень большой группы витамин и минералов и калий содержится который отвечает за работу сердца и кальций который для волос ногтей кожи очень много веществ которые способствуют омоложению кожи нашей также продукт уникален тем что нейтрализует всевозможные аллергический перловка выводит все шлаки у нас нормализует работу желудка способствует очищению кишечника и вот как я сказала выводит шлаки и токсины что это очень важно потому что много клетчатки много полезных аминокислот и лизин например вырабатывает коллаген который полезен для кожи ну что уговорила я вас наверное попробовать все-таки перловку и это не каша сегодня буду делать перловку с грибами и тыквой поверьте мне очень вкусное блюдо сама готовлю его не так часто ну во всяком случае раз в квартал то точно тем более сейчас все есть грибы можно брать любые но об этом дальше покажу ну вот у меня не полный стакан где-то 200 грамм даже стакан больше перловой крупы я покупаю перловку в пакетиках а в пакетиках она очень чистая без всяких примесей и отличного качества не даром ведь названа перловка перл это жемчужина то есть каждое зернышко перловки было сравнимо с жемчугом вот как раньше ценили эту крупу и который мы очень мало кушаем пшеничную крупу мы кушаем и в хлебе и в булочках ржаную тоже кушаем в хлебе а вот ячменную крупу вообще не кушаем так что а надо промываю готовить буду в мультиварке мне так удобно потому что продукт этот готовится не быстро перловка очень долго варится и я ее видите предварительно не замачиваю поэтому очень удобно мне готовить и в мультиварке высыпаю всю перловую крупу в чашу мультиварки и заливаю двумя частями воды то есть там был неполный стакан воды в это крупы поэтому два таких же не полных стакана я заливаю воду пока не солю и ничего не делаю ставлю на режим тушения это 40 минут вот так перловка и вода размешала и 40 минут пусть это варится и тушится пока мультиварке тушится крупа мы на сковородке на вернее я на сковородке обжариваю одну вот такую среднюю луковицу и одну среднюю морковь пассеруем морковь я ну лук нарежу вот так кубиком мелким морковь я натерла на терке хотя если взять по-настоящему то конечно морковь можно было бы нарезать мелким кубиком так как я буду например резать тыкву ну вот на сковородку пока пассируется лук и морковь буду нарезать но тоже так средней величины шампиньоны если у вас есть замороженные грибы из холодильника свои собственно ручно собраны конечно будет вкуснее грибы нарезаю ножки я не люблю грибу вот как хотите я вот например такими кусочками длинненькими как бы кубиками грубо говоря и грибы отправляются вместе к моркови и луку если грибы дадут сок я прибавляю прямо огонь даже то нам нужно немножечко поджарить до того момента когда весь сок выпарится посмотрите грибы дали сок и сейчас я их прибавляю огонь и немножко сок этот выпариваю чтобы они подзолотились и поджарились можно этого не делать кто не любит ну просто аромат сильнее а вот здесь меня смотрите какой красивый хлеб я спекла обалдеть мягкий бог какой кто не знает как печь хлеб есть на канале у светлана лодисад два рецепта и в хлебопечке и в духовке хлеб полезный с цельнозерновой мукой с разным количеством семечек ну принципе кто не хочет там смотреть я могу если вы напишите конечно по желанию уже четко вам рассказать как спечь хлеб который я придумала сама честно говоря рецепт придумала сама и пользуюсь им постоянно ну а пока там все жарится тыкву нарезаю достаточно таким средним кубиком и так грибы готовы вот они прожарились сок весь вышел такие румяные аппетитные и сразу аромат на всю кухню вот столько я нарезала тыквы то есть у меня маленькая совсем тыквочка вот смотрите такая и я взяла ну чуть больше половины часть ушло на отходы ну и теперь будем проверять и соединять все вместе посмотрим что что здесь у нас камеру вот так подвину сейчас вам покажу и так перловка за 50 минут посмотрите ну действительно выглядит как как жемчужины вот разварилась но она не каши никакой не если у вас будет сильно она развалится и мало воды то можно добавить чашечку воды как надо такая немножко еще жестковата но мы еще поварим теперь нам необходимо посолить вот я еще не говорила грибы когда я обжаривал тоже немножко посолила сюда перенесу грибы с морковкой и луком вкуснота соединяем все перемешаем так чтобы вам было видно немножко добавлю воды вот пол чашечки потому что это еще потушится и как раз и сюда тыкву все это буду перемешивать и чуть-чуть специи любые какие вы хотите я добавлю чуть-чуть карри у меня ее не очень любят но чуть-чуть тогда вот этот золотистый цвет у перловки будет также к рису всегда добавляю так надо с этой стороны встать чтобы было вам видно как я мешаю так вот такая вкуснота очень тыква быстро варится но это сейчас где-то еще минуток 10-15 и выключим закрываю крышкой на 10-15 минут но я поставлю 15 и посмотрю прошло ровно 20 минут и вот такая перловка вкусная сочная попробовала обалденная ведь и тыква не разварилась она маленькими кусочками то же время она мягкая мультиварки чем хорошо что выключим ее и пусть она даже еще и потомиться и обязательно напоследок ну не маленький такой средненький кусочек сливочного масла блюдо постное вот здесь было ну кроме растительного масла и сливочное масло конечно усилить вкус тот кто может есть это блюдо в пост можно конечно не класть масло ну а я положу обязательно сливочное масло усилит вкус и грибов потому что она дружит с грибами и самой перловки ну а теперь закрываем и пусть постоит потомиться кто морг кто захочет можно кушать уже сразу это блюдо уже готово вот так вот попробуйте вот это полезное сытное и в то же время вроде как диетическое блюдо которое можно кушать в пост но тот кто кушает растительное масло например ну и так для разгрузочного дня очень хорошо и полезно спасибо всем за внимание вы были на канале воде свет